итак привет друзья сегодня мы поговорим с вами о калибровке с чипу станка завода твай у нас имеется сам станок и плюс программа матч 3 данный момент мы будем с вами проводить калибровку осей y x и z так как они у нас не корректно работают дает сбой ну то есть минимальную наводку для начала что нам нужно для начала получается мы отводим сам портал на определенное расстояние которое нам нужно мы будем использовать 100 миллиметров то есть 10 сантиметров мы замеряем той части которая есть неподвижно и сам портал вот мы берем 100 миллиметров вот 10 сантиметров у нас вот отвели мы портал теперь мы заходим идем матч 3 матч 3 выбираю в матче настройки то есть он сделаю поближе вы лучше видели мы зашли в настройки настройках мы выбираем раздел калибровка осей это наш самый лучший самый простой метод калибровки осей который там где программа сама себя калибрует то есть нам не нужно ничего вписывать полком программа делать все сама выбираем ось которую мы хотим калибровать нашем случае это ось y в появившемся в окне программа у нас спрашивает сколько проехать оси мы вписываем в окошко 100 миллиметров но это для пробы пишем 100 миллиметров нажимаем ok станок у нас сам отъехал как он подумал 100 миллиметров теперь мы его перепроверяем то есть замеряем с той же точки которая у нас была . вот теперь мы проверяем станок у проехал у нас получается 125 миллиметров значит он у нас работает некорректно программу в программе мы вводим получается 125 миллиметров так и пишем 125 миллиметров так и пишем 125 миллиметров так и нажимаем ok дальше нажимаем да программа сама у нас теперь выбирает то что степп 320 миллиметров так и нажимаем нажимаем да ось калибру откалибрована нажимаем ok теперь для для проверки само самой калибровки мы пробуем еще раз то есть отводим наш портал например на расстояние проверяем проверяем отводим 100 миллиметров до точки теперь так же само теперь делаем проверку откалибровалась ли у нас ось или нет нажимаем опять калибровка осей выбираем ось Y и появившимся окошке мы задаем снова 100 миллиметров ну 100 миллиметров это как бы для меня удобно вы можете и 50 миллиметров и 10 миллиметров какого то но чем больше мне кажется тем лучше потому что тем больше проход тем больше мы узнаем съезжает он или нет вот сдал мы снова ему 100 миллиметров мы ему задали смотрим на сам станок нажимаем ok и видим наш станок поехал он отъехал у нас теперь мы проверяем насколько же он у нас отъехал 100 миллиметров у нас было вот 100 миллиметров было и 100 миллиметров отъехал в общей суммарной сложности получается 200 миллиметров все ось Y у нас откалибрована так же самое можно нужно точнее делать с остальными оси то есть с координатой X и координатой Y вот как бы координаты X и Y я калибрую так вот а забыл уточнить до координат вот появился на окошке у нас компьютер спрашивает программа сколько проехал станок мы вписываем что он проехал 100 миллиметров так же самое сколько мы ему заказываем то есть он себя откалибровал все мы проверили у него все точно работает по поводу координат по поводу координат X и Y мы калибруем их точно так же так же мы отводим каретку со стороны которая нам удобна отмеряем отмеряем вот у нас здесь я отмерял 80 миллиметров 80 миллиметров так же сам мы заходим в программу выбираем калибровку осей калибровку осей выбираем ось X так как у нас это X вот вот ну вот важный факт для того чтобы ось ось у нас получается стоит в плюсовой координате то есть чтобы она у нас не поехала вправо и не уперлась в стенку мы вписываем координату то есть чтобы она у нас вправо не поехала мы вписываем в окошке сколько нам проехать мы вписываем допустим 100 миллиметров но прежде мы вписываем сначала минус 100 минус 100 миллиметров это для того чтобы у нас каретка поехала в левую сторону а не в правую чтобы не уперлась в стенку мы вписали нажимаем окей и вы наблюдаете как наша каретка поехала в левую сторону на сейчас узнаем на сколько ровно на 100 миллиметров значит мы в программе если у нас все правильно она проехала столько сколько нам нужно мы в программе вписываем так же что самое 100 миллиметров значит у нас пост x работает правильно минус 100 точно минус 100 миллиметров нажимаем окей все она вот калибровалась она запомнила что она работает вот такой вот маленький у нас урок конечно растянул его немного но обращайтесь завод white фрезы любая комплектующая чпу станкам ну и сами станки все всем до свидания до скорых встреч до свидания